Отправляясь за покупку продуктов, мы встаем перед выбором, магазин или рынок. Наверняка с каждым случалась ситуация, когда со списком в руках вышли в супермаркет, а в итоге уходили ни с чем, потратив при этом приличную сумму. Возникает вопрос, где вероятнее приобретать качественные и свежие продукты по разумным ценам? Шарбель, добрый день, расскажите, это ваш первый визит на московский рынок или вы бывали здесь ранее? Какие впечатления? Шарбель, расскажите, когда вы в последний раз привезли свое новое Гурмай меню, было ли трудно адаптировать его к российскому ассортименту? Да, это было очень трудно. Я изменил меню несколько раз, до того, чтобы я даже приехал сюда. Я всегда отправил меню, после того, чтобы я приехал в страну, где я обслуживаю, я должен был менять несколько раз, и даже когда я приехал сюда, я должен менять снова. Наш ингредиенты, качество, вкусы, 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 они очень разные, чем я знаю. Это было немного трудно, особенно для Гурмай меню. Это было не так трудно для меню, но Гурмай был немного трудно для меня, чтобы приехать на то, что я хотел сделать. Это было не так трудно. Шарбель, скажите, как обстоят дела с торгом на европейских рынках? Возможно ли торговать цену у продавца так, как можно в России? Конечно, это возможно. В целом, это идея рынка, чтобы торговать. Они начинают с одним ценой, и они идут до максимума, которые могут заработать. Это очень легко, чтобы сделать это. Но вы должны быть уверены на рынке. В каждом рынке, в каждом рынке, в каждом рынке. Конечно, это большая разница между рынком и рынком, между качеством. Некоторые продают выше, некоторые продают меньше. Но это 100% возможно. Да. Шарбель, могли бы вы вспомнить, с какими ингредиентами конкретно у вас возникли проблемы? Что не удалось найти на московском рынке? Да. У меня есть несколько проблем здесь. Опять же, это зависит от продукции. В каждом рынке, например, ред чикорир, мы не могли найти. Асбаргус, мы не могли найти. И в фишах, я не могу сказать, потому что это не страна, ни на пляже. Но у меня есть проблемы с цветом, например. Мы нашли, но не качество, которую я хотела. Мы не нашли. Что еще? В сухе, это хорошая качество, но не плохая. Они не имеют оценки для продуктов мяса. Это все же для них. Это либо ли, либо маленькая, либо лица. Или это большая. Что еще? Каково ваше общее впечатление от посещения Московского рынка? В общем, это было очень хорошо, но в общем, это было очень хорошо. В общем, это хорошо. Александр, добрый день! Расскажите, часто ли вы посещаете рынки в Москве и почему? Ощущаю постоянно конкретно этот рынок, потому что живу здесь в двух минутах. В принципе, я с этим рынком познакомился лет 12 назад, в бытность еще поваром, начиная только свою карьеру. Все говорили про Драгомиловский рынок, потому что здесь собраны практически все продукты, мне кажется, которые используются в ресторанной сфере. Поэтому, если хочешь какие-нибудь рецепты, с которыми ты работаешь на предприятии, приготовить дома, соответственно, лучше ехать сюда, потому что здесь можно найти абсолютно все. Вообще отличие рынков от магазинов колоссальное, особенно касательно овощей и фруктов, потому что в торговых сетях во всех путь от производителя до конкретно магазина принимает очень много складов и транспортировок, потому что к торговым сетям выгоднее покупать большим опытом. Потом это размещать на своих больших складах, где они уже на розничные склады размещаются, там уже попадают в розничные сети. На рынке же по-другому это немного обстоит. Человек, который владелец конкретной точки, приезжает на оптовую базу, куда приехали в Москву свежие продукты, покупает их и продает за очень короткий промежуток времени. Соответственно, весь этот путь занимает, грубо говоря, один-два дня. С момента их закупки до продажи конечного употребителя. В торговых сетях может занимать до двух-трех недель. Соответственно, продукты, которые выбираются в торговые сети, должны все это время храниться, не испортиться, чтобы у торговых сетей не было потерь. Соответственно, это недозревшие фрукты, недозревшие овощи, либо чем-то обработанное, что увеличивает время их хранения. Соответственно, качество ниже. На рынках ты покупаешь постоянно продукты в момент его дикого созревания, потому что продавкам на рынке выгоднее продать максимально качественный и вкусный продукт конечному потребителю, чтобы они вернулись обратно. После того, как ввели в России санкции, как изменился рыночный ассортимент? И как обстоит ситуация на сегодняшний момент? Смотрите, с продуктами, которые изначально были нашими, производства Российской Федерации или страны СНГ, которые в торговом союзе находятся, с ними все так же и осталось. Просто их процентное соотношение на рынке стало больше, потому что пропали европейские продукты. В частности, это очень сильно коснулось бакалеи, каких-нибудь консервированных продуктов, типа каперсов, хороших оливок, чего-нибудь такого, сыров, каких-нибудь вещей мясных. Это основные потери. Также овощей много пропало, потому что основной производщик в Европе овощей – это Голландия. Там выращивается колоссальное количество салатов, овощей. Очень много всего поставлялось, в том числе и в России. Но Израиль, Египт, Курция перебивают сейчас по овощам, по фруктам весь этот спрос и все нормально. Какие-то проблемные бакалеи. В основном бакалеи пропало. На рынках издревле существует традиция торговаться. Могли бы Вы рассказать, как грамотно это делать? Конечно, торговаться нужно обязательно, в этой причине, что в рыночных отношениях продавец закладывает максимально выгодную для него цену. Соответственно, на покупателя выгоднее купить дешевле. Соответственно, торг уместен на рынке в любом случае. Потому что, если мы посмотрим на все товары, которые здесь есть, нигде нет ценника. Ценник назначает продавец, и он нестабильный, не конечный. Но лучше всего выстраивать человеческие отношения с продавцом. Соответственно, если ты хочешь постоянно на один и тот же рынок, ты покупаешь у одного и того же продавца, перекидываешь с ним какими-то фразами, шуточками, еще чем-нибудь, выстраиваются человеческие отношения. В конечном итоге они привезут к тому, что продавец будет давать тебе максимально выгодную цену для максимально качественных продуктов. Потому что он гарантированно уверен в том, что ты вернешься к нему и завтра. Существуют ли какие-то фишки, как сделать свой поход на рынок максимально продуктивным? Безусловно. Я уверен в том, что на рынок нужно идти за продуктами, которые ты сейчас купишь, и сегодня же либо завтра максимум приготовишь. Потому что на рынке собраны продукты, свой пик свежести и хранятся они недолго. Соответственно, о сезонности продуктов нам подскажет интернет. Информации прям предостаточно более чем. Составить список, во-первых, что ты собираешься готовить из этих продуктов. Лучше в проб ничего на рынке не покупать. Ну, за исключением там таких вещей, которые хранятся долго, лук, морковь, картофель, ну, в каких-нибудь каренях. Соответственно, составить список, продумать, что ты будешь готовить, что тебе для этого понадобится. Специи тоже лучше покупать на рынках, потому что здесь можно их купить в развес. Не нужно покупать кучу патчев, которые будут дома вот у такой вот коробки, потом стоять, пылиться. Овощи. И обязательно, ну, мне кажется, что рыбу и мясо тоже лучше покупать на рынке. Особенно, если ты выбрал какого-нибудь мясника, к которому ты постоянно ходишь. Он сделает любой отруб, который необходим. Из любой части вырежет именно то, что нужно для того, чтобы сэкономить время дома. Это та услуга, которую точно не найдешь в никаких торговых сетях. Разделать на филе рыбу, почистить ее от чешуи. Как бы сейчас эта услуга во многих торговых сетях представлена, но сколько я не поступал там, ну, не будем называть магазины, сколько я не покупал рыбу, все время дома я ее дочищал. Как бы если здесь я покупаю, ребят, рыбу, живу рядом, хожу часто. Вот. И, соответственно, я здесь, ну, получаю именно то качество, которое мне необходимо. Поэтому, если резюмировать, свежие овощи, сезонные фрукты, рыба, мясо — это прям то, что нужно покупать на рынке. Поход на рынок — это настоящее приключение. В отличие от магазина, здесь еще можно все продегустировать и попробовать. Это совершенно верно. Пробовать обязательно нужно что-нибудь. Обязательно... Это такая боль, с которой я столкнулся неоднократно уже. Обязательно нужно пробовать икру, если ты собираешься покупать на рынке. Потому что где-нибудь в магазине — это закрытая банка, никак ее не вскроешь, пока не купишь. И не узнаешь о содержимом. Здесь же можно какое-нибудь маленькое количество попробовать, настояриться в качестве и тогда уже купить. Точно так же касательно фруктов. Можно попробовать, там, когда арбузы продают. Обязательно все продавцы дают на пробу помидоры, какие-то фрукты еще. Ну, как бы с этим нет проблем на рынке. Все идут на уступки, потому что заинтересованы в максимальных продажах. На что стоит обратить внимание при выборе продуктов? У разных продуктов есть тут некоторые особенности. Я сейчас расскажу чуть-чуть. Авокадо, например. Он должен быть без темных пятен, без какой-нибудь мягкости, которая чрезмерная. Он должен быть упругий, но при этом чувствуется не запредельная жесткость такая, как у каменного чего-нибудь, а чувствуется прям, ну, руками тактильно продукт. Про помидоры. Зрелые помидоры, вот здесь, возле места, где они крепятся к ветке, будут мягкие. Они должны быть полностью упругие, без битых каких-нибудь частей. Но вот здесь вот, где выпуклые части, они должны быть мягкие. Что еще у нас тут есть? Такие вещи, как цветная капуста, должны быть без битых частей, без темных. Максимально ровный, одинаковый цвет. Баклажаны тоже под упаковкой. Их прям чувствуют, должна чувствоваться максимальная упругость. Без мягких частей, без каких-нибудь пятен на коже, тогда они максимально качественные. Такие фрукты, как цитрусовые, яблоки, груши, выбирать нужно обязательно по запаху, потому что в момент максимального созревания они очень активно пахнут. Ягоды, соответственно, без битых частей, без вмятин. Максимально целая структура. У ананасов есть такая особенность тоже. Внутренние веточки. Сейчас до них не дотянусь. Но внутренние веточки, самые маленькие листики, они должны без проблем отделяться. Если их выдергиваешь, они прям не должны иметь никакого сопротивления. Тогда ананас максимально спелый. Зелень, салат и еще что-нибудь должны быть максимально упругие, без вялости, без мягкости. Тогда они точно очень качественные. Еще есть такой нюанс про помидоры. Помидоры в природе сами не имеют никакого запаха. У них пахнут веточки, листики, стебли, на которых растут сами помидоры. Сами помидоры не имеют никакого запаха. Если помидор пахнет помидором, то он был генномодифицирован. В 50-60-х годах в Соединенных Штатах для того, чтобы увеличить количество продаж помидоров, им подселили гены, которые отвечают за запахи. Помидоры стали пахнуть помидорами. И сейчас, в прошествии полувека, это стало нормой. Просто об этом мало кто знает. Помимо сезонных здесь также можно найти и экзотические фрукты и овощи. Конечно. На земле все-таки есть. Рай находится в тропиках. И тропики круглый год дарят нам вот такие вот прекрасные плоды. Как, например, в феврале, в марте арбузы. Нет проблем. Вот они. Манго круглый год. И остальные прекрасные продукты, такие как маракуйя, рамбутан, папайя. Все можно найти в любой момент на рынке. Приходи покупать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова